Я хочу опять прокрутить жизнь в институте. Чем она была для нас? У каждого, конечно, была своя стезя, потому что у каждого есть какие-то интересы, которые я потом принёс в школу в каком смысле? Учитель должен быть дилетантом во многих областях знаний и профессионалом в своём деле. Почему дилетантом во многих областях? Да потому что интерес от детей палитра многогранная. И для того, чтобы быть полезным детям или быть интересным детям, надо много самому знать. Поэтому у учителя лишних знаний не бывает. Я просто хочу сказать в этом плане одну мысль. Вы знаете, в 60-е годы это было повальное увлечение аквариумным рыбками. Дети говорили только о рыбках и проходили мимо меня, как обходили меня, как мебель. Потому что я знал всего на всё только три рыбки. Скалярку, меченосцы и купёшку. Всё, мои болезни знания. Чего я тут нужен был детям? Не нужен. Я был вынужден заняться специально. Строил у себя, сделал аквариумный, осудил целый их комплекс, начиная от роддома, родственных, больнички и тому подобное. Теперь я стал интересен детям. Я два года занимался только лишь одной идеологией, палеонтологией, которую я вообще не имел представленных. Потому что на правый берег сюда ходили под телецентр искать в период межения весной. Находить в глинах мелового периода белемниты, кварцы, аммониты. Понимаете? Сделать музей. Я вынужден был заниматься фотографией. Я 65 лет держу в руках фотоаппарат. Выставки в школе, выставки, которые делают сами ученики. Я был интересен. Вот я считаю, что это самое важное. Я не знал долго одну фразу Юрия Азарова, нашего советского педагога. Оказывается, я всё-таки служил ей. Я взял её в качестве своего кредо. Он сказал, ничему нельзя научиться у нелюбимого человека. Дети любят маму и папу, поэтому их и слушаются, и советуют с ним, и всё прочее. Если учитель не перестанет быть любимым, то он и не сможет ничего дать. Я счастлив, что моя судьба состоялась. Я считаю счастливый человек. Хотя я не хотел стать учителем, ни в коем случае. Я, математик по складу своего характера, готовился в Московский авиационный институт. Но так случилось из-за болезни матери. Я не мог. И я стал учителем. Правда, подал документы, просил друзей, уезжая на соревнования, подать документы на физмат. Но когда приехал с соревнований, оказалось, они подали на исторический. Говорят, Юра, на физмате и так спортсменов много, а на историческом нет. Мало. Вот, понимаете, представить мой ужас за день до экзамена. Кстати, всё сдал на пить, кроме истории. Но я сказал себе так. Я думаю, и я пытался учить своих детей вот этому здоровому самолюбию. Если ты за что-то взялся, то стань хорошим, а ещё лучше – лучшим. Я думаю, что этому научил меня институт. Спасибо. Спасибо.